МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события. В студии Ольга Ловина. В Новозыпкове готовятся к открытию уникального арт-объекта поющей беседки. Она разместится в Центральном парке. Над ней работал скульптор из Санкт-Петербурга Константин Новиков. Поющая беседка будет 4-метровой, из нержавеющей стали. Сейчас работы над клеткой почти завершены. Готов ее остов, каркас, загрунтовали специальной антикоррозийной эмалью. Поэтому скульптурные композиции будут не страшны ни жара, ни снег с дождем. Торжественное открытие состоится в среду 18 ноября в Центральном парке. На те же грабли наступил владелец автозаправочной станции в Почепе. О том, что мужчина торговал некачественным бензином, узнали брянские полицейские. В конце прошлого года владелец одной из почепских заправок уже привлекался к административной ответственности. Межрегиональное управление Росстандарта обнаружило нарушение требований к бензину и дизельному топливу. Тогда мужчина делался предупреждением, но продолжил в том же духе. Образцы заправки взяли специалисты аккредитованной лаборатории совместно с полицейскими из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Результаты исследования показали несоответствие качества нефтепродукта требованиям ГОСТ и технического регламента Таможенного союза. Штраф за повторное правонарушение более 2 миллионов рублей. Ансамбль «Бабкины внуки» записал новую песню. Это произведение на стихи Николая Туроверова «Уходили мы из Крыма». Автор музыки, руководитель ансамбля Владимир Латинков. Поводом к созданию новой композиции стала программа Никиты Михалкова, в которой рассказывалось об авторе стихов Николая Николаевича Туроверове. После публикации в сети пришло много откликов из разных городов нашей страны. Многие благодарили ребят за песню и за творчество в целом. В Москве состоялась рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирака Файзулина и в РИО заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко. Обсуждались значимые для жителей нашего региона вопросы. Напомним, Ирак Файзулин вместе с заместителем председателя правительства Маратом Хуснулиным посещал Брянскую область с рабочей поездкой, в ходе которой он высоко оценил развитие строительной отрасли в регионе, реализацию национальных проектов в сфере строительства и ЖКХ. Участники встречи обсудили тему, связанную с предоставлением субсидий из федерального бюджета на строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Брянская область неоднократно доказывала, что все обязательства по вводу в эксплуатацию новых объектов всегда выполняются вовремя. Темпы строительства и качества возводимых объектов, в том числе важных социальных – детских садов, школ, спортивных комплексов, поликлиник – высоко отмечают и на государственном уровне. Заместитель председателя правительства Марат Хуснулин во время рабочей поездки в Брянскую область оценил темпы реализации нацпроектов в Брянской области как опережающие по России, а новую школу, которая 1 сентября открыла свои двери в новом микрорайоне Брянска, назвал одной из лучших в стране. Сергей Тимошенко рассказал министру, что в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется строительство автодороги по улице имени Визнюка в советском районе Брянска. Одна из ключевых тем встречи – восстановление прав граждан, участников долевого строительства. Все проблемные объекты находятся на личном контроле губернатора Брянской области. Также на встрече обсуждался вопрос стоимости одного квадратного метра, утверждаемой Минстроем России для Брянской области. Данный показатель особо значим для расчета предоставления субсидий социального жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Конструктивный диалог между Минстроем и правительством Брянской области будет продолжен. В 2021 году в Брянской области продолжатся ремонт и строительство автодорог в рамках национальных проектов и региональных программ. Общедорожный фонд региона на следующий год составит 6 миллиардов 200 миллионов рублей, без учета дополнительных вложений федерального бюджета на капиталоемкие объекты. Александр Новиков расскажет подробнее. Мероприятия национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги будут реализовываться до 2024 года. В ближайшем году будет отремонтировано 10 километров на автодороге Брянск-Дядьково-Граница с Калужской областью. Внимание уделят самым разбитым участкам. Отремонтируют дороги от трассы Брянск-Смоленск до Теменич, от Брянска до Сельцо, от Ковшовки до станции Свень. Один из объектов Дядьково-Любахна у нас продолжается. То есть в этом году мы начали реализацию его, в следующем году планируем полностью ее завершить на всем протяжении от Любахны до Дядьково. По большинству объектов уже определены подрядные организации, поэтому работы начнутся без промедления. Ремонт дорог в Брянской области будет осуществляться не только в рамках нацпроекта. По ряду региональных автомобильных дорог, также на сегодня уже разработана проектная документация участки автомобильных дорог Суземка-Трубчевск, Трубчевск-Пагар. Большой объем работ запланирован по капитальному ремонту автомобильных дорог с достройкой уличного наружного освещения, устройства тротуаров, устройства недостающих автобусных установок. В областном центре планируется построить дорогу на новой улице имени Олега Визнюка в старом аэропорту по улице Счастливая напротив Дворца Единоборств. Но главная стройка города – это, конечно, дорога между Первым и Вторым Брянском. Основной капиталоемкий объект в Брянской области – это строительство автомобильной дороги «Защитные дамбы» Брянск-1, Брянск-2 стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. На сегодня его ведется активная реализация. В следующем году предусмотрены финансовые средства на продолжение данной дороги. И при подтверждении финансирования федерального в следующем году есть большая вероятность о том, что он будет завершен, введен эксплуатацию. Речь идет о первой пусковой очереди объекта. Еще одна важная для города стройка – реконструкция второй очереди Литейного моста через Десну в Бежицком районе, которая также запланирована на 2021 год. Александр Новиков, Денис Пашков. События. Брянск. Президент Владимир Путин удостоил высокой награды руководителя Брянского областного врачебно-физкультурного диспансера. Издан приказ о вручении ордена Пирогова главному врачу Евгению Лобанову за борьбу с коронавирусом. Весной, в период первой вспышки коронавируса, врачи лечебных учреждений региона три с половиной месяца сутками напролет боролись за жизни пациентов. Под один из коронавирусных госпиталей переоборудовали и госпиталь для ветеранов. Исполняющим обязанности начальника ковидного госпиталя был назначен Евгений Лобанов. Самое сложное, конечно, было организация работы, научиться работать самим, научить работать медицинский персонал, врачей, поставить нужное русло. Тем временем врачебно-физкультурный диспансер продолжал работать. Сюда со всей области приезжают и спортсмены, члены сборных команд, воспитанники детско-юношеских спортивных школ и обычные люди, желающие укрепить свое здоровье. Также мы работаем с населением, которое обращается к нам по реабилитации после тех или иных заболеваний, по лечениям заболеваний опорно-двигательного аппарата. У нас есть отделение реабилитации, достаточно хорошее, где мы проводим большой спектр услуг для населения. Ну, основное все-таки наш контингент – это лица, занимающиеся физкультурой и спортом. Олег и Владислав профессионально занимаются баскетболом. Они проходят здесь ежегодную диспансеризацию. Сейчас готовятся к большим играм. Тренажеры очень удобно. Ноги где надо упираются, мышцы забиваются, но в меру. В общем, хороший тренажер. Оборудование видно, что хорошее, новое, качественное. Врачи дружелюбные, собственно, отзывчивые. Если что да как объяснят, покажут. Поэтому все шикарно. Немецкие тренажеры. Разработаны они для работы с больным позвоночником. Основное воздействие – укрепление глубоких коротких мышц спины. Работаем с протрузиями, с грыжами. И даже есть пациенты после операции. Ну, здесь уже индивидуальный подход. Хотя подход индивидуальный ко всем. Лечебно-диагностическое оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета при поддержке Департамента здравоохранения Брянской области. Это большой и малый залы лечебной физкультуры, кабинет подводного вытяжения позвоночника и душа массажа, бассейн, два УЗИ-аппарата и другие. Центр медицинской профилактики врачебно-физкультурного диспансера участвует в региональных проектах по борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, профилактике онкологических заболеваний, борьбе с курением, здоровому образу жизни, нацпроектов здравоохранения и демографии. В этом году врачебно-физкультурный диспансер в рамках реализации регионального проекта «Цифровой контур» получил 18 компьютеров с установленными программными продуктами для работы врачей. У нас в проекте здравоохранения нам предоставлены такие информационные стенды по различным заболеваниям, гипертоническая болезнь, суд, которая является наглядной агитацией информации для наших пациентов, и также мы их предоставляем в другие лечебные учреждения. Врачи-диспансеры призывают жителей Брянщины ежедневно заботиться о своем здоровье. Чтобы быть здоровым, необходимы такие условия. Первое – это вести здоровый образ жизни. Второе – факторы риска, которые имеются у человека, с ними надо обязательно бороться. Вот он должен знать свои факторы риска и обязательно как-то их устранять. Третье – следить за показателями своего здоровья, знать их свои показатели. Сколько холестерина, сколько глюкозы, какие показатели артериального давления и так далее. Главное, отмечают доктора, хотеть быть здоровым. А возможностей в брянской медицине достаточно. Татьяна Жукова, Александр Жучков. События. Брянск. На Брянщине коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 146 заболевших. С начала пандемии инфекция подтвердилась на территории региона в более чем 15 тысячах случаев. Вы все еще считаете, что носить маску не обязательно? Тогда еще раз посмотрите эксклюзивный репортаж из «Красной зоны», где побывал директор Брянской губернии, журналист Артем Сухоломкин. Сюжет можете найти на нашем сайте. А пока мы готовим к эфиру очередной спецреп, в котором расскажем о новых методах лечения, которые применяют в брянских ковид-госпиталях. Следите за эфиром и публикациями на сайте губерния.тв. Не просто самый масштабный конкурс среди подростков, а возможность изменить свою жизнь. Брянские школьники стали участниками конкурса «Большая перемена». Историю успеха одной из участниц узнал Дмитрий Белов. Всероссийский конкурс «Большая перемена» помогает старшеклассникам со всей страны раскрыть свои способности получить новые знания. От Брянской области приняли участие 12 школьников, 9 из которых заняли призовые места. Юлия Захарова – ученица гимназии номер 7 города Брянска. Тернистый путь от подачи заявки до победы занял полгода. Первый успех пришел в решение кейс-задания еще на заочном этапе. Я решила кейс по помощи диабетикам первого типа. Моей задачей было проанализировать проблемы современных диабетиков. Это заболевание с глубокой историей, которое так и не нашло какого-то медицинского лечения до сих пор. И в рамках заочного этапа я разработала пример неинвазивного глюкометра, которому бы не требовалась ежедневная глюкометрия посредством забора анализа крови. Затем последовал очный полуфинал в Москве, где Юлия ожидала командная работа и очередной успех. Нас попросили собраться вместе и комплексно подумать над решением одной глобальной проблемы. Так, в полуфинале мы занимались решением урбанистической проблемы и развитием города будущего. После того, как были выставлены баллы за полуфинал, кстати говоря, в полуфинале оценивались не только твои личностные качества, как эрудиция, как знания в той или иной области, а также и soft skills, так называемые soft skills, то есть умение работать в команде. Умение работать в команде помогли и в артеке, а в финале конкурса. С ребятами со всей страны Юлию ждала работа над большим проектом. Как итог нашей работы разработали бизнес-стартап. Наша идея состояла в создании бизнес-инкубатора. Это такая платформа, которая бы поддерживала молодых предпринимателей, а также тех, кто еще не смог по каким-то причинам попробовать себя в роли предпринимателя, но очень бы этого хотел. Нам поставили практически высшие баллы, то есть буквально двух-трех не хватило до максимума. Наш проект действительно оценили на высоком уровне, и я очень надеюсь, что он действительно будет реализован. Такой успех позволил не просто оказаться среди лучших финалин, но и выйти на связь с президентом страны, а также получить сертификат на сумму миллион рублей. Когда я только начинала участие в конкурсе, я все-таки не верила, что вообще возможно выиграть такой большой денежный приз. Потому что когда я сама впервые наткнулась на статью, которая в красках описывала то, какие призы получат не только победители, но и финалисты, я подумала, что это просто невозможность. Полученные знания Юля признается помогут в будущем в университете, а в следующем году Артек и конкурс «Большая перемена» ждут новых участников и инициативных школьников. Дмитрий Белов специально для программы события. Вахта памяти – всероссийская акция, которая включает в себя целый комплекс мероприятий, среди которых поисковые экспедиции, благоустройство, воинские захоронения. Тысячи советских солдат были подняты и захоронены с почестями благодаря поисковикам. В торжественном закрытии вахты памяти 2020 Петрозаводский приняла участие брянская делегация. В течение четырех дней поисковики подведут итоги полевого поискового сезона этого года и наметят планы на предстоящий год. Закрытие вахты памяти – символичное событие в календаре. Ведь работа поисковиков продолжается постоянно. Ведется изучение архивов, собираются воспоминания очевидцев. Поисковики проводят раскопки и поиск павших бойцов. С кем-то встречались в Калуге, с кем-то в Брянске, с кем-то в Орле, с кем-то в Новгородину. Можно перечислять. Конечно, для каждого из вас вот эти слова, пока я похоронен последний солдат, мы, наверное, не закончены. Просто слова – это, наверное, честь вашей жизни. Поисковое движение России является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков. В составе 1428 отрядов. За семь лет работы движения и его участниками были найдены останки более 150 тысяч советских солдат. Установлены более 7 тысяч имен. Этот год еще раз напомнил нам, поисковикам, что не только экспедиция, не только работа в архивах, но еще и война на таком невидимом, что называется, фронте защитит память наших уважаемых победителей. На мероприятии проводятся итоги полевого поискового сезона этого года, состоится обмен опытом в организации и проведении полевых экспедиций, обсуждение развития молодежных проектов движения, обсуждаются планы предстоящих мероприятий. В Вахте памяти обсуждаются поисковые вопросы, решаются актуальные проблемы, которые были связаны в этом году в связи с заболеванием, с пандемией. В течение нескольких дней мы говорим о том, как важно сохранять память. Здесь, конечно, в первую очередь это работа поисковиков, но и, конечно, передавать правду о том, какая это была война. И вот здесь уже наша задача – работать с молодежью для того, чтобы не происходила фальсификация истории. 21 ноября брянская делегация примет участие в Международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга». Он станет одним из ключевых событий года памяти и славы. Дмитрий Белов специально для программы события. Семь матчей без побед. Брянские «Динамовцы» снова не смогли выиграть. В очередном туре первенства футбольной национальной лиги «Синебелые» на своем поле принимали «Красноярский Енисей». Матч, проходивший в непростых погодных условиях, завершился в ничью 0-0. Из семи последних поединков во всех турнирах «Синебелые» добыли лишь две безголевые ничьи и потерпели пять поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 4-13. Последний раз «Динамовцы» праздновали победу практически месяц назад. 17 октября «Динамовцы» у себя дома обыграли «Акрон». Свыше 90% грузоотправителей Брянского региона Московской железной дороги полностью перешли на электронные документы оборот. Это обеспечивает не только технологическое преимущество при организации перевозочного процесса, но и минимизирует физический контакт, что очень важно в период пандемии. С начала года в Брянском регионе Московской железной дороги оформлено более 160 тысяч грузовых документов в электронном виде. Это 94% от общего числа документов на перевозку грузов. В настоящее время в ОРЖД разрабатываются и модернизируются технологии, позволяющие клиенту комфортно и удобно работать с безбумажными технологиями. Постоянно происходит модернизация новой платформы автоматизированной системы электронной транспортной и накладной. Данная система позволяет уже более комфортно работать на мобильных устройствах клиенту. Также постоянно модернизируется и улучшается работоспособность личного кабинета грузоотправителя. Любой грузоотправитель может совершенно бесплатно подключиться к новым технологиям железнодорожников. Достаточно заключить договор, и после этого, не выходя из дома, можно следить с мобильного устройства за перемещением своего груза. Также на Московской железной дороге реализуется еще один проект. В настоящий момент реализована услуга, позволяющая клиенту перевозить свой товар от двери от двери. Клиенту требуется только обратиться к нам. Мы найдем ему подвижной состав, места погрузки, выгрузки. Даже если требуется обеспечение автотранспортом от перевозки этого склада до наших мест погрузки, мы на себя эту всю ответственность берем. Минимизировать физические контакты – эта задача особенно важна в период пандемии. Она, безусловно, отразилась на работе брянских железнодорожников, но не привела ни к каким сбоям. Железнодорожный транспорт играет важнейшую роль в транспортном комплексе Брянской области. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране и в целом в мире, брянские железнодорожники за весь период пандемии обеспечили вывоз всего предъявляемого груза к перевозке. Особое внимание было уделено, конечно же, зерновой культуре. На настоящий момент продолжаются отгрузки по вывозу сельскохозяйственной техники. При этом железнодорожники обеспечивают работу в круглосуточном режиме с соблюдением всех эпидемиологических правил. При этом особое внимание уделялось не только перевозке грузов, предъявляемой на территории Брянской области, но и особое внимание было уделено всем грузам, которые проследуют через Брянск транзитом. Железнодорожное хозяйство постоянно обновляется и модернизируется. Неизменным остается одно – надежность железнодорожного транспорта. Александр Новиков, Денис Пашков. События. Брянск. Крупный производитель молочной продукции стал более узнаваем благодаря центру «Мой бизнес». В рамках рекламной кампании оклеены два новых полуприцепа-рефрижератора. Еще два тягача в планах. Содействуя в популяризации брянской продукции, эквивалент на сумме более чем в 200 тысяч рублей. Брянский гормолзавод сотрудничает с центром «Мой бизнес» больше двух лет. За это время предприятие получило немало ценных услуг. Это, например, участие в крупных общероссийских и международных выставках. Вот только мы приехали где-то чуть больше месяца назад с выставки «Вордфуд», которая проходила в Крокус сети. На сегодняшний день также мы признательным центром «Мой бизнес» в том, что они приняли нашу заявку на оклейку рекламную двух наших новых приобретенных авторазовских средств. Это полуприцеп-рефрижератор. И еще планируем доклеить еще на также приобретенных два новых автомобиля-тягача. Новые фуры молокозавода с фирменной символикой повезут брянскую продукцию в Москву и Санкт-Петербург. Возможно, именно они доставят в крупные города и детское сливочное масло, которое только готовится к выпуску. Завод постоянно на протяжении уже больше 10 лет производит свою модернизацию. Это у нас установка нового оборудования, строительство новых корпусов, цехов. Будут выпускаться новые виды продукции или те виды, которые уже привыкли, но в другой упаковке. Работает завод над тем, чтобы расширить ассортимент, ввести что-то новое. В этом году тоже уже, я думаю, видели новые виды продукции, так и наши коктейли. Напомним, Центр «Мой бизнес» помогает предприятиям с продвижением в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В этом году такую услугу получили 33 брянские компании. Светлана Дробкова, специально для программы «События» Брянск. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. Всего доброго и берегите себя. Продолжение следует...